Вы когда-нибудь задумывались, как хакеры находят уязвимости в интернете, выявляют слабые места в системах безопасности и как они находят свои цели? Представьте, что существует целый набор инструментов, который позволяет исследовать каждое подключенное устройство и каждую строку кода. Эти инструменты дают доступ к информации, скрытой от подавляющего большинства пользователей и открывают новые возможности для анализа угроз. В этом видео мы рассмотрим одни из самых мощных поисковых систем для кибербезопасности, которые используют специалисты для обнаружения критически важных уязвимостей. Вы узнаете, как Shodden помогает находить подключенные и уязвимые устройства, как Vigal найдет каждую точку доступа, как Hunter ищет электронные адреса для различных целей и многое другое. Важно понимать, что использование таких инструментов должно быть легальным и этичным. Также прошу поддержать канал и его развитие, поставить лайк, поделиться этим видео и нажать на кнопку подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а мы начинаем. Начнем, конечно же, с Shodden, одной из самых популярных и мощных поисковых систем для хакеров. Shodden — это нечто большее, чем просто поисковик. Он сканирует интернет, собирает информацию о различных подключенных устройствах, а это и камеры наблюдения, и сервера, и маршрутизаторы, и умные дома, и устройства, и даже промышленные системы. Его часто называют поисковой системой для хакеров, потому что он позволяет находить уязвимые устройства, которые можно атаковать. Shodden был создан Джоном Матерли в 2009 году. Он получил свое название от зловещего искусственного интеллекта Shodden из культовой игры System Shock. Shodden может искать устройства не только по их IP-адресам, но и по их метаданным, таким как заголовки HTTP, баннеры сервисов и сертификаты. Представьте себе, что вы хотите найти незащищенные камеры видеонаблюдения или незащищенные системы управления умным домом. Shodden позволяет сделать это буквально за считанные минуты. Например, можно обнаружить устройства с открытым доступом или стандартными паролями, которые часто становятся легкой мишенью для хакеров. Также использовать Shodden могут компании для мониторинга своих сетевых активов. Например, если сервер или устройство было случайно подключено к интернету без соответствующей защиты, Shodden может это обнаружить. Shodden активно используется специалистами по кибербезопасности для выявления и устранения уязвимостей в своих системах. А исследователи по кибербезопасности используют его для изучения распространения и типов уязвимых устройств по всему миру. Например, с его помощью можно выявить популярные модели устройств, у которых часто встречаются проблемы с безопасностью. Так выглядит главная страница Shodden. мы можем ввести ключевое слово и искать по нему. Также можно использовать фильтр поиска страны. Или, например, введя ключевое слово вебкам, мы увидим подключенные камеры, кликнув на которые мы можем увидеть подробную информацию о данном устройстве. Также возможно фильтровать по городам и даже по известным уязвимостям, введя идентификатор по открытому порту, а также комбинировать фильтры для более релевантного поиска. На самом деле фильтров намного больше. Следующий на очереди Wiggle. Это специализированный сервис для картирования беспроводных сетей Wi-Fi по всему миру. Wiggle собирает данные в Wi-Fi сетях, такие как SSID, типы шифрования, географическое расположение, точек доступа. Wiggle собирает данные о миллионах точек доступа Wi-Fi по всему миру. Эти данные могут быть использованы для исследования и анализа распространения беспроводных сетей в различных регионах. Wiggle может использоваться для создания карт беспроводных сетей в крупных городах и густонаселенных районах. Это может быть полезно для анализа покрытия сети или определения участков с высоким уровнем уязвимости. Также сервис используется для мониторинга и исследования безопасности. Он позволяет выявлять сети, использующие устаревшие сетей или слабые методы шифрования, что делают их уязвимыми для атак. Специалисты по безопасности могут использовать Wiggle для поиска небезопасных Wi-Fi сетей и оценки уровня их распространенности. Допустим, вы находитесь в большом городе и хотите оценить уровень безопасности Wi-Fi сетей в округе. Используя Wiggle, вы можете обнаружить незащищенные сети и сети с устаревшими методами шифрования, что может стать целью для атак типа «человек посередине». Зная, что ваши данные будут уязвимы, вы обойдете их стороной. Wiggle имеет удобный интерфейс с картой всего мира, на котором нанесены все известные точки доступа и Wi-Fi роутеры. Зарегистрированные пользователи могут получить информацию, кликнув по любой из них. Также у сервиса есть удобный фильтр, в котором мы можем отфильтровать устройство по дате сбора данных. Можно искать по имени сети, а также по ее MAC-адресу. Также возможно изменить визуальную составляющую в выпадающем списке View. Также интересно будет ознакомиться с статистикой шифрования во времени. Следующий инструмент Hunter – это мощный инструмент для поиска email-адресов, связанных с определенными доменами. Он может собирать и проверять контактные данные, позволяя находить email-адреса сотрудников компаний по их домену. Hunter может искать не только email-адреса по имени и домену, а также предоставлять дополнительную информацию, например, вероятность подлинности адреса и источники, откуда он был получен. Платформа предоставляет API, которые можно использовать для автоматизации поиска контактов в масштабных проектах. Использовать можно в различных целях. Например, вы собираетесь провести фишинговую кампанию, конечно, исключительно в образовательных целях. С помощью Hunter вы можете найти email-адреса сотрудников крупных компаний и подготовить целенаправленные письма. В то же самое время Hunter используется и для вполне законных целей, например, в маркетинге для поиска контактов для деловых предложений. Также сервис позволяет рекрутерам находить контактные данные потенциальных кандидатов, а исследователям получать доступ к информации, необходимой для анализа компаний и организаций. Интерфейс довольно приятный. На главной странице мы видим демонстрацию функционала. А в личном кабинете доступен поиск по домену, по email, проверке адресов, почты и многое другое. Теперь поговорим о Valners – это поисковая система и база данных уязвимостей, которая собирает информацию о последних уязвимостях, эксплойтах, патчах и других аспектах кибербезопасности. Сайт объединяет данные из множества источников, таких как национальные базы данных уязвимостей, блоги, отчеты о безопасности и другие. Valners позволяет не только искать уязвимости по ключевым словам или продуктам, но и отслеживать их развитие, получать уведомления о новых угрозах и анализировать их воздействия. Платформа поддерживает интеграцию с различными инструментами кибербезопасности для автоматизации процесса обнаружения уязвимостей. Специалисты по безопасности используют Valners для отслеживания новых уязвимостей, которые могут затронуть их инфраструктуру и своевременного принятия мер по устранению рисков. Вы можете провести сканирование сети сканером уязвимостей, например, Nessus, и какие-то уязвимости будут обнаружены. Valners поможет вам быстро найти все найденные CV и записи, а также доступные эксплойты и патчи и подробно ознакомиться, что, как и для чего. Это незаменимый инструмент для специалистов по кибербезопасности, которые анализируют угрозы и готовятся к их нейтрализации. На главной странице мы можем выбрать, что ищем. Например, выберем систему оценки уязвимостей. Здесь мы можем выбрать операционную систему, например, Android, и посмотреть известные уязвимости. Выбрать интересующую и ознакомиться с компонентами базовой оценки CVSS, применением и референсом. Даже в относительно свежей Windows 11 уже найдено достаточно много уязвимостей, с которыми вы также сможете ознакомиться и принять меры. Искать можно не только в каталоге, но и введя идентификатор уязвимостей, например, найденной при сканировании вашей сети. На очереди CRT – это сервис, предоставляющий доступ к базе данных сертификатов SSL и TLS в рамках проекта Certificate Transparency. Он позволяет искать, просматривать сертификаты, выпущенные для определенных доменов. CRT предоставляет возможность видеть, какие SSL-сертификаты были выпущены для конкретного домена, что помогает выявлению потенциально опасных или ошибочно выпущенных сертификатов. Платформа помогает выявлять сертификаты, которые могут быть использованы злоумышленниками для создания фишинговых сайтов, что помогает в борьбе с фишингом и другими видами атак. Также CRT можно использовать для анализа истории сертификатов домена, что полезно в рамках расследования или аудита безопасности. Анализ сертификатов может помочь в обеспечении безопасности, но может быть использован неправомерно, например, в атаках на цепочки поставок. Но в этом случае это противозаконно и может повлечь ответственность. Имеет аскетичный интерфейс, тем не менее крайне полезен. Имеет поисковую строку, фильтр и не менее аскетичную выдачу информации. Также имеет форум, на котором вы сможете обсудить возникшие вопросы. Следующий инструмент FullHunt – это специализированная платформа для поиска уязвимостей в веб-приложениях. Сервис автоматически сканирует интернет, выявляя потенциально уязвимые сайты и веб-приложения. Если вы хотите проверить безопасность сайта своей компании, FullHunt позволит вам быстро оценить, какие уязвимости присутствуют на сайте и предложит рекомендации по их устранению. Этот инструмент как для хакеров, так и для специалистов по безопасности, которые ищут и устраняют угрозы. FullHunt предоставляет автоматические отчеты о безопасности и предлагает меры по снижению рисков. Платформа использует передовые методы сканирования и анализа, чтобы обеспечить всесторонний мониторинг безопасности. Инструмент интегрируется с другими решениями по кибербезопасности, что делает его удобным для использования в комплексных системах защиты. FullHunt все намного красивее, чем в предыдущем инструменте. Можно бегло ознакомиться с функционалом, присутствует даже тест на проникновение вашего сайта. Введя в поисковую строку адрес, мы получим важную информацию. Это и размещение серверов, известные поддомейны и т.п. У FullHunt доступна загрузка отчета по собранной информации в формате JSON и TXT. Также можно посмотреть статистику по сайту более компактно и наглядно. И последний в нашем обзоре — Search Code. Это поисковая система, которая позволяет искать исходный код по ключевым словам и фразам. Это идеальный инструмент для разработчиков и исследователей безопасности, которые хотят найти уязвимости в коде. Специалисты по безопасности могут использовать Search Code для нахождения уязвимых участков кода в популярных библиотеках или репозиториях. Допустим, вы ищете открытые репозитории, содержащие конфиденциальные данные, такие как пароли или API-ключи. С помощью Search Code вы можете быстро найти такие участки кода и предупредить их владельцев о необходимости удаления или защиты данных. Также этот сервис может быть полезен хакерам для поиска слабых мест в публичных репозиториях. Но нужно помнить, что поиск уязвимостей в коде должен быть согласован с владельцами репозиториях. Используя сервис, достаточно ввести ключевое слово или часть кода, и мы получим все ресурсы, содержащие этот код. Также присутствует фильтр для более релевантного поиска. Существует еще достаточное количество сервисов, которые не вошли в этот обзор, но они в какой-то мере имеют схожий функционал, например, Zoom Eye — это китайская поисковая система Analog Shodan. Это и Binary Edge, и Grey Noise с подробным списком вы сможете ознакомиться в описании. Если какой-то инструмент вас заинтересовал, пишите в комментариях, мы обязательно в будущем сделаем подробный обзор. На этом у меня все. Увидимся!